Привет! Это канал I Like Pet. В этом ролике мы расскажем вам, как правильно выбрать обувь для собаки. В холодное время года обувь необходимая вещь для собаки. Она оберегает лапы питомца зимой от холода, осенью от луж и грязи. Также обувь помогает от воздействия реагентов, которыми обрабатывают асфальт в холодную погоду. Как же правильно выбрать обувь для лающего друга? Давайте подробнее рассмотрим основные советы на эту тему. Обращайте внимание на материал, из которого изготовлена обувь. Специалисты не советуют брать ботинки из резины, так как в них лапы собаки будут потеть. Ткань, из которой сделана обувь, должна быть износостойкой, непромокаемой и эластичной. Например, подойдут замша, флиз, кожа, полиэстер. Внутри ботинок обязательно должна быть мягкая подкладка. Обратите внимание на нос обуви, чтобы когти не прокалывали ботинки. Материал там должен быть более плотным. Обращайте внимание на подошву. Она должна быть легкой, но прочной, при этом не очень толстой, чтобы лающий друг чувствовал, где он ходит. Чтобы собака не скользила, подошва у ботинок может быть слегка изогнутой и рифленой. Обратите внимание на то, как фиксируются ботинки на лапе. Пластиковые застежки, как правило, не очень хорошего качества. Пружина внутри крайне слабая, на морозе и вовсе может сломаться. Молния позволит максимально быстро надеть зимнюю обувь на собаку, что особенно удобно с эмоциональным любимцем, но не подходит для длинношерстных пород. Хороший способ крепления – два ремешка вокруг конечности, застегивающиеся на липучку. Однако, липучки должны быть качественны. Важно, чтобы обувь была удобной для собаки. Даже зимние ботинки для лающих должны быть легкими. Нужно, чтобы вес обуви соответствовал размеру и комплекции собаки. Питомец должен чувствовать себя комфортно и свободно. Обращайте внимание на форму обуви. Лапа у собаки в естественном положении располагается перпендикулярно земле. Соответственно, и подошва на ботинках должна быть подходящей формы. Высота голенища зависит от длины пясти. Чем она больше, тем выше должна быть обувь. Важно, чтобы у обуви не было швов, которые могут натереть лапы. Ботинки должны быть тонкими в месте сгиба лапы, чтобы питомец не чувствовал себя, как человек на лыжах. Таковы самые распространенные советы, как правильно выбрать обувь для собаки. Помните о них, отправляясь в зоомагазин за покупками для лающего друга. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok